У общества глухих ингушетий теперь есть и свой чемпион по шашкам. Игра чисто символическая, но радость Лейла Акталиева скрыть не может. У глухих людей свой особый мир, который они воспринимают более эмоциональнее. В 1951 году была создана Всемирная Федерация Глухих. В 1958 объявлен Международный День Глухих. Он отмечается в последнее воскресенье сентября. У нас общество больше связано с дальнейшей адаптацией инвалидов в послуги. Чтобы они не по домам сидели, а активнее жизненно делили в нашей республике. Создание рабочих мест, обучение их профессии кое-каким. Вот направление основное у нас. Глухота и нарушение слуха – распространенная проблема. Многие люди даже не задумываются над тем, как это прекрасно – слышать и различать голоса и звуки. Для поддержки и социализации тех людей, которые лишены этих возможностей, учреден Всемирный праздник. У Людмилы Мержоевой с адаптацией проблем нет. Она счет одежду и хочет обучить других людей, которые в этом нуждаются. Открыть мини-швейный цех. Желающих немало делать. Смотрю, ищу место. Надеюсь, в дальнейшем достигнуть цели. В России в День глухих устраиваются выступления лишенных слуха артистов. Организуются мероприятия по обучению языку жестов. В Ингушском отделении общества проводят праздник по-кавказски – за праздничным столом. Пока женская половина занята хлопотами на кухне, мужская определяет лучшую команду по футболу среди регионов СКФО. Турнир проходит на стадионе в Магасе. Турнир проходит очень весело и здорово. Конечно, сегодня День глухих, поэтому организовали честь этого дня. И нам очень помог в поддержке Аздоев Мустафа, директор футболной школы Магомеда Аздоева. И насчет формы тоже наш Зелимхан Бакаев, наш известный футболист, тоже помог. Им тоже огромное спасибо. В турнире участвуют четыре команды из регионов округа – это Пятигорск, Нальчик, Владикавказ и Магас. Игра проходит по олимпийской системе – на вылет. Первыми на поле вышли команды Пятигорска и Нальчика. В основное время победителя не выявили. По серии после матчевого пенальти со счетом 3-2 победил Пятигорск. Нам приятно, что нас одолели вниманием, и проведение организации очень нравится нам. Все отлично. У нас мир глухих очень тесный, поэтому мы большинство учимся в одной школе, поэтому большинство между собой дружим. Проведение игр и застолье в День глухих для членов общества – это не просто праздник, а еще один повод встретиться и весело провести время. Турнир в Магасе носит исключительно дружеский характер, а этим ребятам не обязательно слышать друг друга. Главное, чтобы все шло от сердца к сердцу. Муслим Гани, Магмед Шаухалов, Новости 24.